Деревня Лысовка Красненский район Липецкой области В бытность Российской империи Это Орловская губерния, Краснополянская область, Елецкий уезд Ну, впервые не то, что упоминается, как она попалась мне на глаза Это на плане генерального межевания Российской империи 1780 года В плане дач генерального межевания Она находится на одной территории вместе с селом Сухинина То бишь Лысовка является выселком Сухинина Так, в принципе, и прописано Село Сухинина с выселком Принадлежало оно сразу нескольким помещикам Там достаточно большой перечень Но наиболее интересно Это фамилия Лутовиновых и Лодыжинских К слову, Лутовиновой Это маври, которая была прабабкой Тургенева Принадлежали эти земли отчасти Между Лутовиновыми и Лодыжинскими было несколько браков Вот в какой-то период случилось так, что Лодыжинский Александр Гаврилович и Лутовинова Мария Николаевна поженились Ну и, собственно, вот здесь, в Лысовке Они либо обосновались, либо им эту землю подарили Ну, об этом история умалчивает Собственно, информация-то черпана о том, кому принадлежало Из описания, к тому же, по ДГМу экономическому Читал его Тропин Николай Александрович Огромное спасибо Очень занятый человек Но, тем не менее, нашел время, чтобы помочь Потому что прочитать самостоятельно такие тексты Ну, по крайней мере, мне невозможно В этой деревне жили мои предки Я здесь вырос, постоянно отдыхал Поэтому, как бы, она мне не безразлична Сейчас, вот это вот место, где мы находимся Здесь стояло поместье Поподробнее потом покажем все Поместье это, ну, простояло сколько веков, тоже сказать тяжело Потому что неизвестно, как стало поместье Да, как я сказал, это был выселок Ну, в советское время здесь располагались плодовощи Здесь сажали клубнику, морковку и прочее Под здание была отведена бывшая летняя кухня Ну и плюс дом прислуги Она была все в одном Также был занят старый барский погреб каменный Ныне, к сожалению, погреб обвалился Ну, а само здание растащили на кирпичи Дом-усадьба также не сохранился Его сожгли Как рассказывал Шумов Вячеслав Жег его, передаю его словами, Алёха Антипов Ну, кто такой Алёха Антипов История также умалчивает Почему жег, неизвестно Дом был двухэтажный, деревянный В принципе, сохранились некоторые фотографии рядом с домом Но там не полностью Усадьба достаточно была обширная В основном она уходила к прудам Ну и распространялась ближе к околице Прудов было два барских Плюс был один пруд, звался Мужицкий И один пруд назывался Пеканов Почему такое название, тоже не знаю Ну, Мужицкий, понятно, соответственно Там купались, стирали и так далее Барских прудов было два, почему Один пруд, который, в принципе, он сохранялся до наших дней Буквально лет 10 назад его не стало В нем разводили рыбу и катались на лодках То есть к нему вообще никого не подпускали Второй пруд, немногим меньше Он располагался как раз на стороне, где была летняя кухня В нем полоскали белье На Лысовке была конюшня Последние владельцы, это Надежда Александровна Толмачева В девичестве Лодыжинская И ее муж, отставной полковник Николай Толмачев К слову, Николай Толмачев и Римск-Корсаков вместе обороняли Севастополь А впоследствии получилось так, что они вместе были женаты на сестрах Лодыжинских На двух из пяти Николай, соответственно, Надежда, Римск-Корсаков на Александре Ну, как бы такое вот легкое краткое название Когда отсюда, описание Когда отсюда уезжали с приходом советской власти Они, я так понимаю, сначала уехали в Елец Потом, трудно сказать, какими путями Они оказались в Ленинграде Оказались не все Оказалась Надежда Александровна Ее дочь Мария Николаевна Ее муж Полковник Морозов Жили они там Ну, во время войны Как бы что случилось И почему, неизвестно Все они погибли в один день Погибли, либо были репрессированы Трудно сказать Ее внук Владимир Морозов остался жив Он в это время был на фронте, насколько я понимаю Вот, и в живых осталась только его дочь Потому что детский сад, где она занималась, училась Его эвакуировали Вот, а его жена и годовалый ребенок Разделили участь всех остальных Могилы их так и не нашли Но в Ленинграде на кладбище по завещанию Владимира Морозова Есть могила, где высечены их имена Кроме Надежды Александровны Она вместе со своими родителями и сестрами Высечена на таком же надгробии На Орловском кладбище Эта информация и фотографии Пришли от Дарьи Фурмановой Она Орловский краевед Выдет экскурсии И наткнулась на это надгробие Ей стало очень интересно Она заинтересовалась также историей Лысовки Ну, какими-то материалами вместе делились Могу сказать одно, что ныне есть контакт с потомками Надежды Александровны Это с Владимиром Морозовым он проживает в Санкт-Петербурге Вот И с Горбачевыми Они проживают много где, в принципе, разъехались по разным местам Но конкретно я удержал контакт с людьми, которые жили в Орле Ну, собственно, и живут Постоянно контакт, конечно, не удается поддерживать Все-таки у людей, у каждого своя жизнь Но, тем не менее, много было фотографий передано Много чего интересного рассказано Ну, обо всем потихонечку потом будет подробнее Вот это вот бывший Попик, который обвалился Вот с той стороны был вход Он расходился на две стороны Сюда и туда Ну, естественно, никаких катакомб здесь нет Вот там вот был свал Овощи сваливали с той стороны То есть он был соединен И вот через этот свал сваливались все эти овощи, которые хранились Кирпичом, я так понимаю, может быть, в советское время Доделалось, может, позже Вся основная кладка была из камня, включая свод Свод обвалился после того, как стала проседать крыша Собственно, как она просела, лег сначала свод, ну и потом улегся весь погреб В принципе, достаточно огромный он Я думаю, по меркам того времени Столько камня и такие работы Вот эта глубина, то, что мы видим, это совершенно не та То есть это вот потолок лежит внизу Он был намного глубже Туда было страшно спускаться Страшно было там разговаривать Потому что уже камни были и водой помыты Ну и время все-таки брало свое Сколько ему лет, я думаю, ну, вряд ли кто-то скажет Это нужен специалист, который будет определять по камням Вот от дома остались камни Вот здесь вот, получается, дом стоял вот сюда Там еще маленькое строение было, чуть подальше Вот это вот все, что осталось от барского дома Вот эта возвышенность Дом был достаточно большой, крупный, двухэтажный Вот это сортовая сирень Она осталась еще с тех времен Все вот эти вот серебристые тополя Это свежие, которые они, в принципе, выросли сами Старые остались только вот сзади нас Аллея Она выходила на околицу И шла вдоль двух прудов Вот тут справа Это барский пруд, в котором полоскали белье А вот там это большой пруд Вокруг него мы еще пройдем Там дальше есть купальня В этом пруду разводили рыбу И катались на лодках Вот это был внутренний двор Здесь было много строений Вот там остались остатки каретного амбара После него фотографировалась вся семья Толмачевых Уже назовем так Вход в дом был с внутренней части А вот это был внешний двор И вот как раз вот там, где сосна Там стояла конюшня С правой стороны начиналась околица Она выходила через деревню И шла на соседнюю сопрычку Налево шла дорога На старую деревню Там домов практически не осталось Остались остатки одного дома Насыпного, кстати говоря Что интересно Единственное, которое никто не разобрал Потому что он никому не нужен Здесь же много копали Все искали клад, про который ходила легенда Что когда барыня уезжала Она все свое добро спрятала А людей отравила Вот Но об этом попозже расскажу Почему этого просто не может быть Как бы тому куча подтверждений И разговоры были разные Одни говорили, что топило в плуду Другие говорили, что закопало Но Просто, скорее всего, красивая легенда Во-первых, не отвечает совершенно моральному облику Надежда Александровна, какой она была По рассказам очевидцев Это в том числе Матерь и дядя Слава Шумова Вот И На похоронах Нины Горбачевой Всем присутствующим Раздали остатки столового серебра Надежды Александровны С вензелями То есть Это в принципе Вообще Единственное, что осталось Там досталось Кому по ложечке Кому по вилочке Так что Никаких сокровищ Никакого клада нет Это легенда Ну пусть она будет легенда Она красивая Тем не менее Как мы видим Люди в нее верили Ковыряли очень долго И много Плуд в свое время Был очень глубокий Доходило до того Что привязывали камни На шею Ныряли Пытались найти Очень много людей утонуло А вот это был Каретный амбар Ну Точнее Что от него осталось Такое Достаточно Немаленькое строение Было по размерам А вот заднего Как раз получается Вдоль пруда Проходит аллея Вот она Из серебристых тополей Кстати Они еще до конца Не опали Поэтому можно Полюбоваться Некоторые деревья Правда уже попадали Сгнили Но Многие стоят На фотографиях Того времени Которые сохранились Они еще совсем маленькие Ну вот Примерно здесь Была фотография Надежда Александровна Со своими Внуками Дочерьми Здесь также Нянечка присутствует Ну и рядом Собачка Собаки Кстати У них были Всегда Потому что Помимо конюшни Они охотились То есть Ну обычные Как бы Не то что развлечения Занятия Дворян Того времени Есть Как бы Канал Который Если вода Поднимается Через него Вода Переливается В другой Пруд То есть Здесь Целый Каскад Раз Два Вот там Еще один Еще один И вот Они все Сливались В балку Которая Уходила В сторону Как раз Туда Дуброва Лимова Было Кстати Пять Прудов Ну если Так Все Считать С мелкими Шестым Можно считать Еще один Но я Не знаю Он видимо Был Недолго Плотина Промытая Не знаю Сколько Он Прочесовал И в Какое Время Вот Эти Пруды Самые Старые Когда Я прочитал Что В Липской Области Есть Программа По Чистке Прудов Государственная Я написал Письмо Вот Интересно Что Пришел Ответ Выезжала Комиссия И Сказали Что Пруды Сделаны Путем Частичного Копания То есть Это Неестественные Пруды Их Копали Ставили Вот эти Понятное Дело Плотины Опять же Копали Вокруг Чего Наливались Они Снегом Вот В этом Пруду Точно Были Ключи Потому Что Это Даже Я Помню Были Места Куда Невозможно Было Заплыть Здесь В хвосте Ну Здесь Уже Заильное Было Где Купались Было Два Места Там Леденящая Вода Была Очень Ноги Аж Сводила Вот Отсюда Немножко Видно Дальний Берег Крутой Этот Берег Более Пологий Тот Более Крутой Это Самый Большой Который Прут Его Хвост Возле Плотины Которая Соединяется Вторым Барским Прудом В котором Полоскали Белье Ну Как По Обыкновению Мы Звали Только Этот Барский То Что Тот Тоже Был Барский Я Узнал Только Недавно Сохранилась Старая Фотография Тех Времен Где Хозяева Усадьбы Плавают Здесь На Лодке И Вот На Лодке Они Причаливают Буквально К Тому Берегу Вот Здесь Заводь Хвост И Вот Она Как Раз Идет Купальня Вот Там Маленькая Плотина Которая Отделяет Купальню Сейчас Конечно Она Уже Пробитая Что Естественно Но И Купальня Уже Не Та Она Была Намного Более Круглой И Немного Поменьше Но За Годы Омылась Водой Так Что Нам Досталось Что Досталось Купались Здесь На самом Деле Или Не Купались Трудно Сказать Говорили Что Это Барская Купальня Ну Будем Придерживаться Рассказа От Основного Пруда Вот Ее Тоже Отделяет Плотина И Дальше Вот Эта Тропа Она Вот Так Вокруг Пруда Идет В ту Сторону Она Идет К Поместью К Усадьбе А Здесь Вокруг Пруда Вот Он Знаменитый Дуб О Котором Много Разговоров Прекрасно Знаю Я Где Находится Прекрасно Знаю Все Кто Здесь Жили Где Он Находится И Все Местные А Почему Не Могут Не Знать Вот Она Внизу Идет Тропинка По Ней Ходили Выходили Через Сад На Околицу И Ходили На Запрыжку В Магазин Поэтому Всегда Ходили Мимо Этого Дуба Ну И Потом Вот Этот Хвост Вот Этот Дополнялся Водой Так Что Никакой Тайны Нет Вот Там Дорога Которая Ведет На Одной Из Частей Деревни Одна Из Четырех Кстати Говоря Которая Ведет На Лысовку То Что Здесь Больше Нет Дорог Это Неправда По Одной Из День Мы Заезжали Еще Одна Дорога Это Околица Но Эту Дорогу Запахали Не Так Давно Плюс Есть Дорога Со Стороны Майского Заходят Так Что Дороги Есть Дороги Сюда Ведут Ну И Как Показывают Следы Люди Сюда Ездят Дуб Действительно Интересный Странный Вот Такая Вот Свеча Огромное Основание Который Растет Кверху Как Я Помню По Детству Как Говорил Мой Дед Что Ему Больше Чем 300 Лет Ну На Самом Деле Сколько Я Думаю Только Специалисты Могут Сказать Но То Что Такое Дерево Это Однозначно Прекрасно Дальше Семь Дальше 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 Вот по этой дорожке раньше ходили сюда на пруд купаться. Вот здесь заходили, купались. Вот плотина, которая разделяет барский пруд и вот тот самый мужицкий, хвост его, он тоже очень большой, но меньше барского. А вот здесь еще одна аллея, но сейчас она не так проглядывается. Летом, когда зелень, четко видно, там также и желоб есть, то есть видимо тропа была и деревья стоят более менее в ряд. Вот так вот они вроде как в разнобои, не поймешь. Вот как раз когда вода поднималась, вот через эти протоки, вот которые вот там, она достаточно близко, это длинная и разделена валом, вот через них вода переливалась. Все плотины таким образом сделаны. Ну а вот там дальше промойна, которая пробила плотину, когда ушел пруд. По этой плотине когда-то ездили на машинах. Дядя Коля Гладшев здесь проезжал на бензовозе, но теперь здесь даже пройти нереально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А здесь был каменный амбар. Ну, то, что вот это мы наблюдаем, это так, остатки, то, что не взяли. Основная часть, вот сюда он еще проходил, из белого точеного известняка была. Как рассказывал Шумов дядь Слава, строили его братья Димитровы. Вообще, все вот кирпичные каменные постройки строили они в нашей деревне. До этого у нас все дома были деревянные и с соломенными крышами. Кто были эти братья, я не знаю. Вот это вот кирпичное, может быть, в советское время достраивалось, может быть, тогда, я не знаю, только по какой причине, часть вот этого кирпичом была сделана. Ну, как я уже сказал, то, что было источенного известняка, разобрали. Кто разобрал, куда увез, неизвестно. Тут в разное время хранили зерно. Стоял транспортер, который потом оттащили. Он стоял вот там вот, за кустами. Но теперь уже нету, я так понимаю, на металлолом ушел, как и все здесь. Вот, потом здесь скотина стояла. Ну, потом он вставал. Под крышу всегда голуби жили. Потом, когда крышу разобрали, и голубей не стало. В ту сторону, вот там вот, где ель. Она, кстати, саженая. Это сажали цыпины. С Москвы сюда приезжали, как на дачу. В разное время в Лысовке жили Ладыжинские, Лутовиновы, Сахаровы, Горбачевы, Морозовы. Это из дворянских сословий. На кладбище тоже есть захоронение Егора Лутовина, при Лутовинах, как правильно. Он, по-моему, сотвыселок. В советское время уже, как бы, из тех, кого я кого-то помню, из кого слышал, это Шиловы, Шагины, Шумовы, Севериковы, Кузнецовы. А это дом моего деда. Вот в этом доме я вырос. Потом мы построили рядом, переехали туда. В детстве он казался больше. Вот это иконы еще с тех времен. Считается, что из дома нельзя иконы забирать, поэтому их так и оставили здесь. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok